МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Один бежит, другой догоняет. Непреложный закон жанра разыгрался в Пронском районе. Человек от Сахи ушел из жизни первый начальник Рязанского 6-го отдела Александр Николаевич Богачев. Болотные сапоги, перчатки, лопаты и огромное уважение к защитникам Родины поисковые отряды возвращают в историю России имена павших бойцов. Погоня. Какой детективный сюжет обходится без нее? Один бежит, другой догоняет. Таков непреложный закон жанра. Очень похожий сценарий разыгрался на днях в Пронском районе. Правда, не считая нескольких важных исключений. Инспекторов и нарушителей было вдвое больше, а водитель уходил от преследования, потому что был пьян. Тормози, тебе говорят, по-хорошему. Слышь? Тормози. Сейчас будут стрелять. Я тебя предупредил. Подозрительный автомобиль привлек внимание экипажа ДПС, когда остановился на обочине и выключил фары. Все это происходило недалеко от патрульной машины. Через некоторое время водитель «Жигулей» развернулся и стал быстро удаляться в сторону города Новомичуринска. После неоднократных предупреждений и проспь остановиться, инспекторы были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие. Даже когда нарушителям прострелили заднее колесо, сдаваться они не спешили, попытались сбежать. Когда погоня закончилась, выяснилось, что совсем недавно, в феврале текущего года, данный водитель уже задерживался за езду в пьяном виде. Административный материал в отношении него в настоящее время находится в суде, однако решение пока не принято. Теперь в биографии нарушителя появилось еще одно темное пятно – статья за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. В продолжении темы пример, что случается, когда водитель садится за руль автомобиля под градусом. Четыре года проведет в колонии поселения 45-летний житель города Касимова. По обстоятельствам дела, 1 сентября 2014 года на улице Ленина города Касимова данный гражданин, находясь за рулем автомобиля ГАЗ-3110, в состоянии алкогольного опьянения и отвлекаясь с настройкой автомагнитолы, совершил наезд на двух женщин-пешеходов, одна из которых, получив множественные телесные повреждения, в том числе открытую черепно-мозговую травму, скончалась на месте. Другой водитель из Касимова тоже забыл, что любой маневр на дороге должен быть безопасным. Его легковушка насмерть сбила женщина-пешехода. Мужчина совершал обгон и не учел, что на обочине могут быть люди. Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса и осужден к 1 году 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения и с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Московским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела о даче взятки должностному лицу. Ситуация стара как мир. 21 февраля этого года водитель маршрутного такси нарушил правила дорожного движения и оказался в автомобиле сотрудников ДПС. Мужчине показалось, что инспектор за 1000 рублей может закрыть глаза на поворот налево из крайнего правого ряда. Водитель ехал с улицы Бирюзова в сторону проезда Шабулина. Но не тут-то было. Сотрудник честь мундира не посрамил и обратился куда следует. В настоящий момент машины сотрудников дорожно-постовой службы все оборудуются видеорегистраторами, которые фиксируют и фото, и видео, и аудиозвук. В связи с чем, да, данный момент, который в момент передачи денежных средств сотруднику ДПС был зафиксирован как в видеоформате, так и на аудио. Странно, что этот факт не учел задержанный водитель с таким-то опытом. На совести мужчины 15 листов привлечения к административной ответственности. Это значит, что только на глазах сотрудников ДПС он нарушал правила дорожного движения около 50 раз. Жаль, что за водителями, по аналогии с банками, не ведется дорожная история. Некоторым вместо прав стоило бы приобрести проездной. С этого года мигранты из стран СНГ, желающие работать в России, должны покупать патент. С ним можно трудиться как в компании, так и у индивидуального предпринимателя. В каком секторе работать, решает сам мигрант. С одной стороны, стало проще. Не надо искать работодателя с квот и получать сложное разрешение на работу. Один раз пришел, купил и задело. С другой, для получения патента нужны дополнительные документы. Кроме того, цены на него с этого года сильно изменились. Если в прошлом году патент стоил чуть больше тысячи рублей, то с этого года в каждом регионе своя стоимость. Разрешение есть на работу? Разрешение есть, патент есть. Где? Патент есть? Патент за Илдин есть. Приехал в Россию когда? Давай, как у нас все достаем, покажи. Когда в Россию приехал? В Россию когда приехал? 12 марта. Таджикистан. Таджикистан. Если в Алтайском крае, Кировской, Костромской, Пенсинской, Ростовской, Ульяновской областях и некоторых других регионах за патент просят минимальную цену 1568 рублей в месяц, то на Чукотке 8 тысяч, и это самая высокая цена в России. В Якутии 7 тысяч, в Ямало-Ненецком автономном округе 6629 рублей. Иммигрантам есть о чем подумать, ведь теперь они не смогут купить патент в одном регионе подешевле, а работать в другом, где заработки выше. Новые правила гласят, где купил патент, там и трудись. На соседней территории он недействителен. Разрешение на работу на имя Сатарова в виде деятельности каменщик действительной до 8 ноября 2015 года. Если мигрант успел в конце 2014 года купить патент на 12 месяцев по старой цене за 1200 рублей, то сможет весь год по нему спокойно трудиться, ничего не доплачивая и не переоформляя даже в самом дорогом регионе. Но, как отмечают эксперты, сориентировались совсем немногие приезжие. Наиболее распространенная практика покупка патента на месяц с дальнейшей пролонгацией, а значит большинству придется в этом году проходить процедуру его получения с нуля. К другим темам. Сразу 4 пункта правил пользования маломерными судами нарушил житель поселка Елатьма, за что получил 3 года условно. Суд учел смягчающие обстоятельства, положительные характеристики и государственные награды подсудимого. 5 апреля 2014 года примерно в 30 метрах от берега моторную лодку с пятью пассажирами на борту захлестнула волна и лодка перевернулась. Оказавшиеся в холодной воде пассажиры не смогли самостоятельно выплыть на берег и утонули. Неосторожность и халатность повлекли смерть пятерых человек. Мало того, что пассажиров было больше, чем положено по инструкции, на них отсутствовали спасательные жилеты. Впереди новый сезон. Не забывайте, что судьба утопающего часто в его собственных руках. Несколько дней назад не стало легендарного в историю ГОПа человека. Ушел из жизни первый начальник Рязанского шестого отдела Александр Николаевич Богачев. По своим моральным качествам это был очень честный, порядочный человек, которого нельзя было запугать, которого нельзя было купить, который упрямо шел к своей цели. И надо отдать должность, что даже преступный мир его уважал, как никого, наверное, в Рязани. О нем говорили человек-отсахи. Александру Николаевичу удавалось невероятно быстро раскрыть самые запутанные преступления. Даже в лихие 90-е отъявленные бандиты приносили под дверь его квартиры оружие, просто потому, что такое распоряжение дал Богачев. Вот это все, кто должны были бороться против организованной преступности. Именно благодаря ему, его работе удалось раскрыть целый канал хищения автоматов Стульского оружейного завода. Он одним из первых приехал в знаменитый Сельмаш сразу после расстрела. Расследовал дела о Каверинской кассе. Пожалуй, только Богачеву удавалось попутно раскрыть сразу несколько преступлений к ряду. Прощание с Александром Богачевым состоялось в селе Агропустын Рязанского района. В память о лучшем сыщики и руководители прогремели залпы траурного салюта. Великая Отечественная война до сих пор тайна за семью печатями. Развязанная диктаторами СССР и Германии с подписанием актов капитуляции в мае-сентябре 1945-го закончилась она лишь формально, по крайней мере, для миллионов людей, которые до сих пор не знают, как и где погибли их броня. Мы уже не раз рассказывали о поисковых отрядах. Добровольцы возвращают в историю России имена павших бойцов. Ольга Яговкина работает в Рязанском управлении службы судебных приставов, но, несмотря на сложности профессии, вот уже много лет она не бросает любимое дело. Каждый сезон отправляется с поисковым отрядом на поля былых сражений. Они уходят без лишних слов и пафоса, закинув на плечо рюкзак с консервами и спальным мешком, зачастую в счет личного отпуска. Некоторые говорят, как вот ты, девочка, живешь в апреле месяце в палатке, готовишь на костре, я не знаю, умываешься водой из воронки. Вообще ничего в этом сложного нет. Это обычная полевая жизнь, походная. Сегодня в поисковых отрядах участвует более 40 тысяч человек из 76 регионов страны. От Сахалина до Калининграда, от Мурманска до Севастополя. Зародилось поисковое движение много лет назад на Новгородской земле, где проходил Северо-Западный фронт. Найти вот так сразу кость очень сложно человеческую. Нужно найти предмет, от которого уже дальше нужно копать, делать раскоп и искать дальше останки. Найти героя сложно, но еще труднее узнать его имя. Среди тысяч солдат только некоторые, несмотря на приметы, заполняли ту самую ибонитовую коробочку. Мы находили медальон, вот саму капсулу, эту ибонитовую, футлярчик. Очень обрадовались, открыли его, а там были просто ржавые иголки. То есть боец использовал медальон как угольницу. Иногда маленькие записки бойцы прятали в гильзе от патрона, еще не зная, что это и есть их билет домой. Спустя десятки лет. Однажды нашли даже родственников бойца, по-моему, в Красноярске, но могу ошибаться, по подписанному футляру для спичечного коротка. После войны государству было очень накладно платить пенсии семьям, потерявшим на полях сражений своих близких. Пропавшие без вести не считались погибшими, и был такой слух, что в военкоматах уничтожали медальоны найденных и захороненных бойцов. Но опять же, это только версии, документальных подтверждений им нет. Последний случай, когда мы нашли бойца, звали его Носки Григорьевич Шперлинг. Его дочь родная до сих пор жива, она тоже там, ей, по-моему, уже под 90 лет, и она прям помнит, как он уходил на войну и не вернулся. На жаргоне поисковиков незахороненных солдат называют верховыми. Это те, кого не трогали с той самой минуты, как их убили. Часто их просто засыпало землей от разорвавшегося снаряда. В 2008 году в Новгородской области, в Старорусском районе, найдены были останки бойца, и вместе с ними кусок такой, обломочек, расчески обычной. И на ней была выстропана фамилия Дериглазов и А, просто А и точка. А на другой стороне расчески адрес Мопро и номер дома. Поисковики выяснили, боец был призван на фронт в Удмуртии, но многочисленные запросы ничего не давали. Только спустя пять долгих лет в 2013 году стало известно, что военный писарь ошибся. Солдата звали не Александр, а Алексей Дериглазов. Поисковики отыскали брата погибшего бойца и сообщили ему подробности. Вот эту ложку я нашла, когда мы поднимали останки бойца с глубины наверное метра два. Это в Кировском районе Ленинградской области. Там шли самые ожесточенные бои по прорыву блокады. А этот предмет школьники принимают за часть пулемета. Именно с такой катушкой на спине прошел всю войну дедушка Ольги. На самом деле это обычная катушка для наматывания телефонного провода. То есть вот с этой стороны должна быть еще одна такая вот запчасть. Сюда наматывался провод и связист он либо прицеплял вот эту катушку к своему рюкзаку либо к машине когда там телефонная связь прокладывалась таким образом. Работа поисковиков лишена романтики. Часами они копаются в болотах по старым картам вычисляют места блиндажей и окопов. За 70 лет там где до последнего патрона отстреливались советские солдаты и добровольцы выросли целые леса. Если найдена кружка, котелок, ботинок или подсумок значит рядом останки людей. Ор на весь лес значит отряд нашел медальон. Все орут, все счастливы, кричат, радуются тому, кто нашел банку сгущенки вечером. Однажды удалось найти флакон с адекалоном. Запах оказался настолько стойким, что экспонат даже не стали выставлять в музее. А этот пузырек подарили Ольге калининградской коллеге-поисковики. Тот самый завод Невия производители они в принципе для нужды немецкой армии тогда выпускали вот такие вещи. Это на самом деле страшно и побывав на местах сражений, на местах боев прекрасно сразу становится понятно какой ужас и кошмар пережили эти люди. Поэтому огромное вам спасибо долгих лет жизни, здоровья, счастья. Пропавших без вести на той великой войне осталось более 4 миллионов. Каждый год Союз поисковых отрядов России придает земле до десятка тысяч погибших. Если руководствоваться суворовской фразой «война не закончена, пока не похоронен ее последний солдат», то Великая Отечественная война закончится лишь через 500 лет. Это были главные криминальные темы недели. Удачи на ближайшие 7 дней и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин